Тезисы из послания президента страны станут основными направлениями работы правительства Челябинской области в 2016 году. Для обеспечения роста экономики акцент будет сделан на создании благоприятного делового климата в регионе. К примеру, предприятия смогут получить налоговые льготы на 10 лет за реализацию крупных инвестпроектов. Для этого нужно заключить с областью специальный контракт. Первый такой договор могут заключить уже в этом году. Об этом плане сегодня доложили губернатору. Подробности у Марии Агеевой. Налоговые скидки за инвестиции. В правительстве области разрабатывают новый механизм поддержки бизнесменов. Специальный инвестиционный контракт с регионом позволит заводам получить скидки по налогам на прибыль и имущество. Действовать льготы могут до 10 лет. А еще компания сможет стать единственным поставщиком в рамках госзакупок. Для этого предприятию нужно вложить в свое развитие серьезные деньги. Больше 350 миллионов рублей. Вот этой формой поддержки уже на сегодняшний день заинтересованы очень многие отраслеобразующие предприятия нашей области. Мы планируем, что у нас первым предприятием, с которым вот такой вот специнвестконтракт будет заключен, будет ММК. Специнвестконтракт – это одна из мер по исполнению заданий президента. Улучшать инвестиционный климат Владимир Путин поручил в декабре в своем послании Федеральному собранию. С тех пор в региональном правительстве решали, как именно послание притворять в жизнь. В итоговый план включили 35 мероприятий. Экономики касаются около половины из них. Механизм специальных контрактов может заработать уже в марте. Для области развития любого предприятия означает и развитие экономики в целом. Новые рабочие места, хорошие зарплаты, импортозамещение. Параллельно привлекать бизнес в города и районы должны местные власти. Об этом губернатор говорит уже на совещании с главами муниципалитетов. Именно там, в территориях области, бизнесмены получают разрешение на строительство или арендуют землю. Лишние проволочки предпринимателей отпугивают. От того, как быстро сработают чиновники на местах, зависит, как активно будет развиваться производство. В городах и районах планируют внедрять инвестиционный стандарт. Такой пока запустили только в Миасе и Челябинске. Но до конца года он должен появиться везде. Стандарт включает в себя 10 мер. Например, создание организации специально для работы с инвесторами и сопровождение их проектов в режиме одного окна. То есть бизнесмену не придется бегать по разным кабинетам за справками. Документы соберут за него. Еще одна из мер – создание промышленных инвестиционных площадок. Муниципалитет должен определить те земельные участки, на которых возможно размещение производств, других видов бизнеса. Они должны проанализировать ситуацию с инженерной инфраструктурой на этих площадках. Детально отработать со всеми ресурсонабжающими организациями. Для чего это нужно? Для того, чтобы предприниматель, и он же инвестор, не тратил дополнительное свое время и в короткий промежуток времени мог определить ту площадку, на которой он хочет размещать производство, чтобы у него уже был весь комплекс необходимой информации. В плане реализации послания президента есть и другие экономические меры. Субсидии малому и среднему бизнесу на покупку оборудования и погашение кредитов. Создание областного фонда «Разбитие промышленности». В него область вложит 142 миллиона рублей. Фонд будет предоставлять займы предпринимателям на льготных условиях. Продолжится поддержка сельского хозяйства. Нужно полностью обеспечить регион своими продуктами питания. В планах за год произвести больше 150 тысяч тонн молока и почти 450 тысяч тонн мяса. Теперь, до 1 апреля, такие же планы должны составить во всех муниципалитетах. По инвест-привлекательности города и района в правительстве будут оценивать работу глав. В апреле месяце поставьте на совещание в апрельском правительстве, чтобы увидеть планы двух-трех образований. Крупных и мелких. Мы поручаем, давайте это увидим. Во-первых, возьмем отчет, что все сделали свои мероприятия. И два-три заслушаем. Кстати, вместе с созданием новых форм поддержки бизнеса область усилит контроль за расходованием субсидий. Получать их предприниматели смогут на счет, созданный в областном Минфине, а не в банке. Так можно будет проследить, куда именно бизнесмен потратил деньги, которые ему выделило государство. Мария Гейва, Артем Большаков, Леонид Новожилов, ОТВ.